Привет, с вами Чуланец. Сегодня я опять расскажу о базовой игре Анг. Боги Египта. На сей раз подробнее о сценариях о богах и о стражах. Начнем с сценариями. В базовой игре включен вот этот буклет, в котором вы найдете 10 сценариев. Среди них есть такие, которые предназначены для конкретного числа игроков. Я, конечно, не играл со всеми 10 сценариями, но успел попробовать некоторые с продвинутыми правилами. Первые два сценария, это такие, с которыми лучше всего начинать. Интересен также сценарий для дуэли, когда дельта днила не используется, когда игровое поле становится более тесным. Также мне понравился сценарий «Две столицы», когда вокруг городов запрещено строить монументы. Во время конфликта вознаграждается тот, у кого больше всего фигур вокруг этих столиц, а другие теряют две преданности. Другой сценарий, ограды дельты, также используют эти два тайла городов и поощряют тех, которые строят монументы именно в дельте. Следующий сценарий «Волнение династии» предлагает возможность играть без слияния богов. Там игрок на последнем месте получает компенсацию в виде последователей, соответственно, там два, четыре и шесть последователей. Еще один сценарий «Большая стройка» уникален тем, что в начале игры на игровом поле нет ни одного монумента. Игроки сами их будут строить. Следующий сценарий «Стражи Кемета», «Кемета» — это древнее название Египта, наверное, понравится тем, кто жалуется, что в игре используются только три вида стражи. Этот сценарий позволяет играть с шестью видами стражи, и эти стражи приобретаются по-другому, то есть во время события, а именно контроль над монументом, игроки делают ставки, и кто выиграл, тот сразу может выставить этого стража на поле. И последний, десятый сценарий «Синкретизм» интересен тем, что он предназначен только для пяти игроков, и там будут целых два слияния, то есть третье место с пятым сливается, и второе с четвертым. Могу еще добавить, что на сайте КМОН висит и одиннадцатый сценарий «Народное восстание». Его особенность в том, что число регионов с каждым конфликтом сокращается. Как видите, есть из чего выбрать. Думаю, что со временем появятся еще другие сценарии, да и те, которые доступны, мы им гарантируем, что скучно будет. Сейчас поговорим о богах базовой игры. Омун или ОМОН на русском один раз за конфликт может сыграть две карты, и эффекты обеих карт будут применены. Я играл против этого бога и с этим богом, мне кажется, что это довольно крутое свойство. То есть, играя против него, надо все время думать уже до самого конфликта, надо считаться с возможностями в регионе. Если он вдруг решит сыграть именно здесь две карты, и если он еще имеет шестом тайбрейка, тогда ему вообще мало чего волнует в этом конфликте. Немножко по-другому с богом Ра, то есть выставляем свою фигуру, игрок этого бога может добавить вот этот же тон солнца. Так, если он выиграет бой с этим воином или стражем, который имеет этот же тон солнца, тогда он получает дополнительно одну преданность. Играть за Ра, по-моему, интересно, так как он не дает такой гарантированный бонус. То есть, просто надо выиграть. И я, например, старался выставить фигуру с жетоном солнца обычно незадолго до начала конфликта, чтобы соперники не могли отреагировать как следует. Но, в целом, мне кажется, что иногда карта боя, именно чудо, дает больше эффекта, чем эта способность Ра. Дальше у нас идет бог Азерис. Он создает вот такие специальные плацдармы на игровом поле. Но для этого ему надо проиграть в бою. Ну, можно спросить, может быть, Ланга-5 предлагает такую своеобразную стратегию Локи хотя бы в начале игры. И потом, когда уже вот эти тайлы находятся на поле, тогда Азерис может дополнительно выставить одну фигуру. Мне кажется, это сравнительно сильное свойство. Конечно, в начале игры оно не будет проявляться, но обычно ко второму конфликту уже все наладится. И Азерис будет, ну, если правильно играть, иметь много фигурок на игровом поле. Изис или Изиды на русском. Если рядом с фигурой противника, то фигура Изиды выживает после боя. Ну, в принципе, это такая своеобразная клещ, которая присазывается. Вроде бы сильное свойство. Не надо особо тратиться на действие выставления фигуры. Но обычно в трудных ситуациях эффективна карта нашествия саранчи против Изиды. Или можно избавиться сопровождению фигуры перед конфликтом, чтобы погиб воин или страж Изиды. И последний бог Анубис, по-моему, самый неоднозначный бог базового комплекта. Он берет в заложники погибшие воины других игроков. В этом случае это воин Ра. И как бы пытается ими. То есть, каждый пленный дает плюс одну силу. Ну, скажем так, что довольно существенно. Выкупить их можно, но это стоит одного последователя. Иногда стоит сделать так, чтобы бой в регионе Анубис проходил в самом начале конфликта. Чтобы он не смог потом в другой регион передвинуться и там еще повлиять. По первому опыту мне кажется, что Амон кажется более сильным в большинстве случаев. Хотя Изид и Азирис тоже довольно успешны. Анубис в целом нормален. Но игроки с опытом его свойства могут, я думаю, нейтрализовать. Да и его сила тоже действует только в основном в одном регионе. И тоже под конец игры это может быть уже не так важно, если число регионов увеличивается. Богра, наоборот, требует хорошего ведения всего ландшафта, чтобы получить необходимые очки преданности. В целом, у игроков не возникли вопросы по поводу свойства этих богов. Поэтому их включение в базовую игру, думаю, можно считать оправданным. И в конце этого видео я расскажу о стражах. В прошлом видео я тоже забыл сказать, что число использованных стражей зависит от числа игроков. Вдвоем будет только одна фигура каждого стража, вторая будет. По две фигуры каждого стража, четвером или пятером, будет семь или восемь. А начну я с стражами первого уровня. Сотрет выталкивает противника из гекса на соседний гекс, когда заканчивает свое перемещение. Тематически здесь бы больше подошел какой-нибудь святой бык Апис, чем вот эта хрупкая кошка. У этого стража есть два преимущества. Оно может отодвинуть фигуру соперника от монумента, чтобы предотвратить какие-нибудь бонусы. И второе, оно может вытолкнуть фигуру в другой регион, если эта фигура стоит у границы региона. В целом, сотрет мне понравилось. Второй страж первого уровня это Капмами или Мумия кошки. А если Мумия кошки погибает, то все остальные игроки теряют одну преданность. Но это такая ядовитая Мумия, которую особенно не хочется ругать. Тоже смысл тогда выиграть митву, если потом приходится терять одну преданность. Так и так. А если оставишь живых, тогда можешь подарить просто одну преданность. В сатете в этом плане мне больше понравилось. Да и в игре с Мумией кошки было так, что после четвертого конфликта только один игрок, в принципе, достиг синего поля преданности и стал победителем. Даже у нас стражи второго уровня тоже Мумия. Если Мумия погибает, то сразу возвращается на поле, а точнее рядом со своим богом. В принципе, очень похожий монстр уже встречался в другой игре Эрика Ланга, Rising Sun, а именно Феникс. В этом случае это иногда позволяет Мумии участвовать в нескольких боях одного конфликта. Но, по сути, Мумия действует как такой дополнительный бог. В принципе, неплохой страж. И второй страж второго уровня, это Апеп. Выставляется в воде, к тому же, находясь в воде, может принять участие в нескольких боях. Тоже довольно крутой страж. Мы еще встретимся с Собеком, богом кикстартерские коробки, которые тоже влияют из воды. Апеп очень похож на морского монстра из Бладрэйджа. И тоже мне понравился. И, наконец, стража третьего уровня, Андросфинкс. Фигура рядом с Андросфинксом бою имеет силу 0. Да, даже боги имеют силу 0. Видно, Эрик Лангу нравятся такие свойства. Это не первый раз, когда он что-то похожее предлагает в своих играх. И последний у нас гигантский Скорпион. Когда вставляется на поле, его клещ не указывает на 2 гекса. А в начале конфликта он уничтожает те монументы, на которых указывает его клещ не. Пожалуй, мой самый любимый страж из базового комплекта, такой бульдозер в конце игры, может сыграть решающую роль. Хотя в одной партии именно Сатет вытолкнул Скорпиона. Он в итоге уничтожил свой монумент. В целом, мне понравился стартовый комплект стража. И, может быть, меньше всего это мумия кошки. Ну, конечно, я, как я уже отметил раньше, могли бы больше добавить, хотя бы 3, для каждого уровня по одному. Некоторые тоже могут возразить, что, мол, в кемете тоже, например, только же существо и не проблема. Но в кемете, особенно его новом варианте, кемет кровь и песок. Некоторые простые тайлы выполняют, по сути, похожую функцию, что стражи. Так что это возражение, по-моему, сильное. В следующем видео я продолжу рассказы о стражах и разберу стражи в коробке Guardian Set или комплект стражи. На этом все. Спасибо за внимание. Увидимся в следующий раз. Продолжение следует...